Раз, два, три. Господа, всем привет. Значит, есть тема такая про поршневые с Китая, со штилем. В общем, нам надоело. Вчера была еще одна куплена поршневая. Поработав пять минут, вот на дровах опять задирает поршень на выпуске. Скорее всего, такой металл. И такая ситуация, что будем собирать родной цилиндр. Цилиндр вот этот китайский, который вчера задрала. Там, ну, он более-менее. Родной поршень под то, чем наждачкой поставим. Сломается, сломается. Вот. Будет ходить, ну, сколько-то выходит. Вот. Про сами китайские поршневые ссылки. Под видео этим я оставлю ссылку на Алиэкспресс, то есть китайскую поршневую, которая, ну, более-менее проходила. Вот. И вчера, что ставили поршневую, такая система. Покупаем в магазине, вот. Привозим, ставим поршень. Он не влазит в коленвал, то есть уже на один миллиметр вот эта вот часть, куда к коленвалу присоединяется. Везем обратно. Из другой партии достали. Вот. Померили такой же. Начинаем ставить длиннейший поршневой палец. То есть из какого говна это все слеплено, неизвестно. Вот. Ну, неоригинальная поршневая есть неоригинальная. То есть неизвестно из какого материала. Потому что у штилей там у них свой какой-то чудо-состав. Потому что штили они меньше кубов. Вот. Это, ну, сродни Volkswagen. То есть у Vaga такая тема, что малообъемные движки выдают многомощности, надутые. Вот. У них меньше объем, у штилей больше оборотов за счет этого мощность и пониженный ресурс по идее. И чтобы этот ресурс где-то откуда-то взять, там специальный сплав у них металла и еще вроде бы как напыление специальное. Вот. Поэтому они как бы и ходят родные. А если уставить неоригинальную, то шансов вот как у нас уже, наверное, это десятая поршневая или девятая, которую мы ставили. Вот. И которая успешно ломается. Ну, самый большой рекорд это шесть месяцев. Да, шесть месяцев с Алиэкспресс, которая была. Вот ссылки я оставлю в описании. Потому что там есть, по-моему, два продавца, но поршневые, не знаю, одинаковые разные, но там цена разная. Вот та, которая подороже, выходила шесть месяцев. Вот. Такие дела. Пила опять сломалась. ресурс. Нужно брать новую. Я топлю за Хузбарна 365-ю. Вот. Ну, потому что ресурс. Хотя, по идее, у нас Хузбарна 365-я. Тогда мы работали в основном по зелялам, когда она была. И только вот последние года три активно она пиляла дрова. то есть, сколько наш стиль припилил дров? Ну, в год это примерно тысячу кубов. Около тысячи кубов в год у нас получается. Четыре. С четырнадцатого года, по-моему. Вот за три года она уже успела напилить три тысячи кубов дров. Дров, ребят, не на Делянин там один спил в пять минут, а каждый там три-четыре секунды на полном газу работать под нагрузкой. Вот так. И сколько Хузбарна у нас Хузбарна, ну, допустим, у нас тогда еще не такие объемы были с Хузбарной. Сейчас объемы больше намного. Ну, Хузбарна, может, вот, напиливала, ну, дай бог, четыреста кубов дров. Вот. Но она в основном по зелянкам была. Вот, восемь лет без проблем вообще. вот такие дела. Погода у нас нормальная. В общем, я топлю за 365-х Хузбарну, а те, наверное, за штиль такой же, 61-й. потому что, ну, как бы, у нас есть и в случае чего даже запчасти. Вот. И, как бы, такая же пила, это, ну, всегда проще, когда две одинаковые пилы. Вот. Как-то так. Еще про Т-40. Опять завели, ребят, насос говно. новое, которое поставили. То есть, все сделали, сремонтировали его, вот, завели, но давление не выдает, короче, не засасывает даже. Обратно пришлось все разгорать и ставить старый насос. Ну, просто 1100 рублей никуда. так что не покупайте новые насосы, ищите даже с какого-нибудь старого Т-40 или на разборке. Советский насос. Новый, даже вот эти, наверное, Владимирские, которые, они 6000 стоят, новые. Не берите. Не берите. И вот эти вот, которые мы купили за 1100, польско-китайский, неизвестно, Тайвань-шуньский. Это, короче, та же самая фигня, что и с форшневой на бензопилу. Вот такие дела. Все. Следующую субботу будет продолжение вот с ремонтом Т-40. Затем будет еще два видео. Я надеюсь, так. Ну, пока планирую. А там посмотрим. Ну, скорее всего, так и будет. Все. Всем спасибо. Всем пока.